Привет, друзья! Помните, мы делали обзор рынка в Дубае в одном из моих предыдущих выпусков? Так вот, когда мы снимали его, на одном из рынков ко мне подошел молодой парень и предложил сделать обзор его кафе. Это обычное, простое кафе с пакистанской индийской едой. Но на самом деле я принял решение, что это стоит внимания, вашего внимания в первую очередь, потому что индусов и пакистанцев, это 50% населения Эмиратов, это рабочий класс. И сегодня мы возвращаемся на Fruit and Vegetable Market, чтобы показать вам, что же есть в Дубае рабочий класс. Ну что, вот я уже добрался, наконец-то пойдемте смотреть и пробовать что-то новое, открывать новую для нас кухню, микс пакистанской, индусской, арабской, все, что едят здесь работяги. Погнали! Здравствуйте! Мы работаем в ресторанной индустрии с 1983, и это наш 6-й открытие в рынке. 1993? 1983. 1983, о, мой бог, я даже не был ранен там. Да, да. Это был мой отец, Венжио, он начался в рынке с 1983, и это был первый открытие в рынке. Венжио-Форст-Маркет, Сент-Рапорт-Маркет, и я уже в Дубай. Да, потом мы обращаемся, один за один. Мой брат, мой молодой брат, я его учусь. Да, и потом мы все здесь, все хорошо. Красиво. Спасибо за вашу приглашение. Мне приятно посетить ваш ресторан. Спасибо, спасибо. Вы можете мне сказать, что типо-то куристина у вас есть? Да, мы в рынке есть какие-то вещи, которые были в Индии, Пакистане, Бангладе, ресторан только. Да, мы были в Америке. Да, мы уже есть Аравий, Аравий, да, из Агипта, из Сиа. Люди работали для своих собственных стран. Люди приходили, они были спросили о своих собственных. Но в тот же время мы не были в таком виде, поэтому мы обращаемся. Что они хотят, мы сделали. В самом деле, когда вы пригласили меня, я не ожидал, что ресторан был так классный. Я действительно, я буду honest с вами, потому что иногда я посетиваю пакистанскую курицу, индийскую курицу, и это не так классный. Я имею в виду, это всегда очень-очень casual, я бы сказал. Но это очень красиво. И я действительно, как, вау, когда я пришел курицу. Спасибо. Это очень хорошо. Вы говорили, что у вас есть шесть ресторан. Да. На рынке. Этот ресторан для чего? Этот ресторан для... Это очень классный. У вас уже говорил, что есть ресторан, пакистан, бенгаладеши, food items that this restaurant really yeah here in the market it's very classy yeah for lunch and dinner yeah Russian in there people are not 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 time to wait so they're very rush so but here people came to talk to feel comfort we give them more time okay they feel comfort they have time to wait that in Iran we can even we can treat them well so that's why we make and the restaurant like this and people yeah I think a lot of people coming this year we are getting good reviews okay and as well we have six outlets what is about the same we have in Arabic restaurant we have only one restaurant like this okay and the else was yeah you said no there is a restaurant like Indian Pakistan restaurant very very restaurant people in the inside the market okay this is little outside yeah so yeah we can see the outlets sooner sure okay sure we will see him but let's first talk about my subscribers are very interested about business things okay so you said your father started more than 20 years ago right 30 35 years ago so he came just for for some work or how he came to Dubai this is my question yeah see basically we are from the business family okay even his father my father my grandfather was a business doing in our in India our nation so he came here yeah he was searching for a job later he get another job in yeah as a labor he joined he since you work he started carrying his starter as a labor then yeah it was how he earned money for the for to open the restaurant see it it was actually like what do you say it goes like that I don't know how it happened it goes that that way okay how much the cost to open this kind of restaurant uh see actually the exact we cannot say that because you know the rent the sponsors amount and the lump sum amount for the India depends on the India see if you were fixed for the uh what uh labor from the country yeah if you have uh syrians we have Pakistan's we have Bangladesh we have a Indian and yeah we have from Egypt also yeah depends on the salary we give them we have six thousand seven thousand eight thousand salary per month yeah we have thousand per month salary getting people are here working okay but my question so if someone wants to open the same restaurant the same restaurant how much it will cost no it depends on the in this particular this one it depends we if you go for the auction it goes around two million three million five million like that for the room space but if you take in the as the rent it goes like what we say two like or three like rupees per month or and as we give okay but for opening this particular space you spend how much three million to open it goes more yes really yeah really yeah shock no because it divides to uh too costly to get the room see if you can go through the rent no rental basis it so it goes it not goes around like uh two million three million like the length yeah if you go through the do we go through the auction yes it goes around five so you you the owner of this space yes 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 ah that's why it's more okay okay so basically uh because uh these guys bought uh the space but you're the family the same so uh they uh they bought the space and uh that's why uh it comes to one million dollar to open this restaurant with yes 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 with the space already yes yes okay very nice and uh uh how much uh this restaurant make business every month so yeah uh it depends on the see here we have hundreds of people customers per day 100 per day wow okay and per one person how much for one person spend for difference what you have but average 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 it comes like 50 or 30 in this restaurant only in this restaurant yes but we if we go to the next restaurant like you said that uh rush restaurant is there it goes only five but more people yeah more people coming how many people there thousands of people coming per day no way yes okay so if i calculate uh right in this restaurant makes per day around five thousand am i right dirham income income per day it goes more yeah more okay so if we multiply uh multiply by 30 days we will get around 150 200 uh thousands per month income 150 200 000 per month then in some restaurants only no in this particular no if this is not goes like that it's less yeah it's less now see this because we start this restaurant just before the three four months before normally we just open only yes so people have to uh identify the place where this goes like something like that will happen so yeah ensure that we wait for that okay i see okay uh what i want to know i want to know more about the food what you serve i saw in your menu the name's like mandi i hear that it's very famous dish but i never tried and i don't know nothing about it okay could you tell me what is this monday oh you do you never try monday no okay monday is a traditional dish i basically from uh originated from yemen i think so okay so how we start monday is yeah we have to change our dishes we have to produce more and more uh so that yeah we are in arabian so what people like here we have to produce yes so then we go to mostly arabic dish yeah it's originated from yemen arabia it is a blend of uh rice and its recipes and made blend of mix it's something something nice you have to just just try here okay okay can we go with you on the kitchen and see how it works of course shall we go to the kitchen yes of course let's go so uh we can go to the kitchen to the kitchen and i will show you how they make monday month be all kind of dishes okay so this is the kitchen area we have uh uh open this this is a kind of soup they give before to start the food this is something amazing they have okay yeah this is the rice it is uh it is the may which they make through the charcoal yeah you know charcoal right yeah and this is uh this is uh chicken monday this is how they make chicken monday what this one chicken mudfool this one and this is you can see you can see mutton mudfool this is something amazing you can have it i will show you yeah mutton monday they have so all monday items inside the make to this oven okay steamed items they have here so i 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 Oh i i i i i i i Продолжение следует... 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 Поэтому сейчас мы пойдем посмотрим, где же у них в других их ресторанах основная часть людей, которые работают на этом маркете. Потому что все-таки это заведение считается уже такого, ну как бы назовем премиум уровня среди заведений, которые здесь находятся. Поэтому не переключайтесь, пойдем пробовать дальше. Забыл вам рассказать, что вообще используют для диджестива и хорошего запаха изо рта в Пакистане, Индии и прочих азиатских странах. Они просто берут тмин, обычный сухой тмин и едят его вот так. Иногда приносят еще кристаллы сахара, чтобы он был слаще. Но тмин вперемешку с анисом для того, чтобы у вас во рту был прекрасный запах аниса. Вот так вот. Ребята, что я хочу добавить. Я на самом деле впечатлен, как вот индусы, они большие молодцы. Их отец приехал сюда в далекие 80-е, зацепился, перевез всю семью. И они вместе построили за 30 лет хороший ресторанный бизнес. Это только так кажется, что на самом деле здесь такие они себе рестораны. Но на самом деле эти люди делают здесь неплохой бизнес и зарабатывают неплохие деньги, которые многие из нас даже не могут себе представить. Поэтому дерзайте. Вот вам на ярком примере, как можно сплоченно с семьей сделать крутой семейный бизнес. Ставим лайк, ребята. Продолжение следует... 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 здесь на рынке. Скажите мне больше. Что вы заведите здесь? Мы заведите здесь индийский, Бангладешский, и пакистанский продукт. Как вы знаете, порода, братья, рис, и все типы, индийский, пакистанский, и пакистанский продукт. Сейчас мы делаем роти, это мы называем тандур роти. Это мы называем тандур, это из-за этого. Так, давайте. Это мы любим роти. Мы делаем с мясом. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Вкусно вы вряд ли где-то сможете поесть еще. Поэтому будете заезжать за покупками на фруктовый рынок. Советую всем обязательно попробовать шурму, обязательно попробовать манди и заказать на десерт себе напиток из ласи. С вами был Съедобный бизнес. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии ниже. Ставьте лайк. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи. Пока.